Всем привет и добро пожаловать еще раз на марафон по техническому рисунку. Сегодня мы с вами рисуем прямую юбку и рисовать мы ее будем на болванке. У меня есть специальная болваночка, она выполнена специально для технических рисунков. Как вы видите, это фигура, вид спереди, вид со спинки, они одинаковые, но там по-разному отличаются линии горловинки, вот ее видно. Она у меня уже есть, я открыла файл, то есть я не создаю новый, я открыла существующий файл, блокирую слой и создаю новый слой, на котором я в дальнейшем буду работать. Данный файл, если он вас заинтересовал, вы сможете скачать по ссылочке, смотрите в комментарии. Я дам, и вы сможете его скачать в формате PDF универсальном. И также дам ссылочку, у меня есть в Pinterest большая подборка шаблонов фигур. Вы можете рисовать на них. Это второй способ рисования. До этого мы рисовали футболку, которая была нарисована по фотографии. Сегодня мы тоже будем использовать фотографию как референс, для того, чтобы смотреть, что за юбка, как и куда. Но рисовать формы мы будем по юбке. Поэтому мы открыли файл с болванкой фигуры. Сейчас мы открываем файл, в котором у меня находится моя юбочка. Вот она моя юбочка. Я ее открываю. Опять у меня возникает. Отцепляю немножечко и копирую. Можно просто потянуть. Можно нажать Ctrl-C, Ctrl-V. Так, теперь я его масштабирую. Как видите, у меня картинка обычной прямой черной юбки. Но она не совсем прямая. Она чуть-чуть заужена к колену. Почему я предлагаю все-таки рисовать на болванке? Если вы рисуете платье или юбки, и даже брюки, то здесь очень важна длина и степень облегания по фигуре. Когда вы смотрите на данную модель, сказать, какой она длины, очень сложно. То есть ориентировочно где-то в районе колена. Выше колена, ниже колена. Как? Непонятно. Юбка черная. На ней не так, что прям очень здорово все видно. Но конструктивно у нее будет пояс, у нее здесь две выточки и, соответственно, основа, которая чуть-чуть заужена. Используя болванку, нарисовать это будет достаточно просто. По сути, она у вас уже, эта юбка, нарисована, если вы внимательно посмотрите. Вот она, вот он уже пояс. Вот она основа. Вы можете определить, какая длина у вас будет до колена. Мы нарисуем чуть-чуть ниже колена. И вот они выточки. То есть, используя шаблоны, вы можете легко и четко определить все пропорции. Теперь я блокирую слой, на котором у меня размещается юбочка, создаю новый. То есть слой, на котором у меня фотографии юбки, и слой, на котором у меня размещена болванка, мы не трогаем. Мы их создали, мы их заблокировали, они остались видимыми. Но при этом в работе они участвовать не будут, они просто будут видимыми. Блокировка слоев очень полезная функция. И удобно, когда у вас много слоев, и вы работаете в каком-то отдельном кусочке. То есть, это позволяет вам не трогать другие части изображения. Ну и давайте начнем. Соответственно, что мы делаем? Мы выбираем с вами инструмент перо. Задаем ему настройку, что у нас черный контур, бесцветная заливка. И будем рисовать по болванке. Я сделаю чуть-чуть покрупнее. Люблю, когда хорошо все видно. Вот смотрите, у нас с вами есть фигура. Соответственно, мы посмотрели, что у нас здесь. Здесь у нас с вами пояс. Ну, хорошо. Сразу буду рисовать целиком изделие. Поскольку у меня все линии, они уже есть. Соответственно, буду рисовать не прям в те линии, которые уже имеются. А чуть-чуть больше. Это припуск на свободу облегания. Никогда ни одно изделие не получается точь-в-точь по фигуре. За одним исключением, если это трикотажные изделия, которые натягиваются на вас как чулок. Например, колготки, обтягивающие леггинсы, обтягивающие платья. Там, наоборот, дается усадка, и они рисуются тогда точно по фигуре. Юбки из ткани, как правило, имеют свободу облегания. То есть, если вы шьете, вы знаете прекрасно, что можно в пояс вставить два пальца, когда юбочка застегнута. Иначе вам дышать будет невозможно, и вы не сядете. Соответственно, в техническом рисунке эти особенности вы тоже закладываете. Потому что она чуть-чуть больше. Смотрите, я не задала ее вокруг какую-то огромную. Нет, я просто показала, что она чуть-чуть отходит от фигуры. Плюс ко всему, вот эти уголочки не очень я делаю, люблю. Пока у вас объект активный и выбранный, вы углы, скругленные стыки. Вот они стали покруглее. В общем-то, все очень приятно. Что мы рисуем далее? Далее мы рисуем. Все-таки сделаем сначала половинку юбки, чтобы она была абсолютно симметричной. У меня есть центральная линия. И у меня есть, соответственно, окат бедра. И вот эта линия, это линия колена. Как мы с вами уже сказали, мы сделаем юбку чуть ниже колена. Практически эта юбка даже стремится к юбке карандаш, нежели к прямой. Прямая она будет абсолютно ровная вертикальная линия. Значит, делаем бедро. Опять же, оставляю легкий-легкий зазор вокруг линии. И если вы сами конструируете, если вы работаете с конструктором, вам конструктор скажет большое спасибо за такой детальный рисунок, который сделан на болванке. Потому что сразу понятна длина, сразу понятно, что вы хотите. Так, соответственно, раз. Видите, Adobe Illustrator мне помогает. Он увидел вертикальную линию, он меня к ней ведет. Сейчас я нажму кнопочку Shift, и у меня появится ровно горизонтальная линия. Теперь я опять нажму кнопочку Shift, для того, чтобы сделать линию вертикальную. Вот она. И сюда перейду на место. Вот у меня получился объект. Вот смотрите, вот она. Теперь на него же я нанесу выточку, тоже перышком. Вот она у меня уже есть линия, по которой, как правило, наносятся выточки. Это линия от центра груди, и она идет. По ней же будут закладываться классические складки на брюках. Классическая стрелка будет по ней заутюживаться. Она, в зависимости от конструкции, может куда-то отойти. Но это классическая линия. Так что я не буду мудрствовать рукам, а я поставлю здесь выточку. Чтобы снять перо, я нажала кнопочку Ctrl, щелкнула на свободном месте. И у меня перо прекратило рисоваться. Далее мы используем нашу стандартную процедуру. Выбираем выточку, выбираем половинку переда, инструмент зеркальное отражение. Ставим точку, от которой будем отражать. Она у нас находится на центральной вертикали. Нажали. И начинаем тянуть. Нажала на кнопку мыши, начинаю тянуть. Теперь нажимаю кнопочку Shift. Смотрите, появляются правильные углы. Кнопку пока мыши не отпускаю. И нажимаю кнопочку Alt, для того, чтобы оно скопировалось. Отпускаю кнопку мыши, отпускаю кнопки на клавиатуре. Все. Оно у нас готово, нарисовалось. Еще один маленький такой совет. Поскольку мы будем рисовать спинку, как вы знаете, на прямых юбках на спинке у нас есть шов. И для того, чтобы нам сейчас его второй раз не рисовать, я просто беру и копирую спинку. Вот. Это будет спиночка. А перед я выделяю переднюю, правую и левую половинки. И на инструмент соединения. Это палитра обработка контуров, соединение. Я часто с ней работаю. Вы ее можете увидеть. Перед у нас с вами получился. Для того, чтобы его более четко увидеть, мы можем, что сделать? Сделать заливочку. Выточка пропала. Почему? Она ушла на задний план. Все очень просто. Выбираю переднее полотнище. Правой кнопочкой мыши. Монтаж на задний план. Оно легло назад, выточка вышла вперед. Вот она, простая классическая юбка. Теперь нам нужно немножко с вами со спинкой доработать. Давайте мы тоже закрасим ее беленьким. Таким образом становится лучше видно. У нас с вами получается виден шов по центру спинки. Соответственно, там два полотнища. Вы должны оценить, подходит ли вам размер выточек. Иногда кроится две выточки по спинке для того, чтобы лучше было облегание. На ваш личный вкус оставляю. Я оставлю сейчас так, как она есть. Потому что выточки, это, как правило, конструктивные особенности. И они подлежат тоже моделированию. Не буду ничего править. То есть, если мне потребуется что-то интересное, я уже буду их удлинять, размножать их количество. Сейчас я рисую базовую модель и оставлю так, как есть. Плюс ко всему, помним, да, то, что у нас как бы на юбке обычно присутствует еще такой момент, что пояс, он двойной, потому что он идет нахлёст. Там либо крючочки, либо кнопочки, либо еще что-то. Здесь у нас вшивается молния, то есть здесь будет какая-то закрепка. Беру инструмент линия, ставлю закрепочку. И, скорее всего, у вас будет шлица. Вот таким образом. А шлицу, она, как правило, выстрачивается. Выстрачивается, и здесь будет распашка. Можно показать, что есть некоторая распашка. Вот таким образом. Создать здесь маленькую полутень. То есть, ой, будет инструмент, распашка. Что у меня сейчас произошло? У меня программа слила мне все точки. Ну, мы сейчас это уберем. Создадим новый объект. Для того, чтобы отменить действие, я нажимаю сочетание клавиш Ctrl-Z. Так. Убираем контур. То есть, я перекинула, у меня теперь цвет заливки черной, контура нету. И делаю настройку непрозрачности. То есть, ну, там вот что-то такое есть, вроде как она объемная. И можно еще отрегулировать там наклон шлиц. Вот таким образом. Все, наша юбочка с вами готова. Она есть. Вы можете оценить, какая она пропорциональна, как она сидит на фигуре. Получилась это прямая юбка. Юбка не карандаш. Вот она, смотрите, наша маленькая тенюшечка дает о себе знать. Ее видно. Еще один такой момент. Наверное, кого-то заинтересовало. Почему же у меня болванка красная? Да вы можете сделать ее любым цветом. Просто я рисую обычно черным. И мне удобно, когда у меня максимально контрастным цветом нарисованы второстепенные линии. То есть, я никогда их не путаю. Вы можете их сделать желтыми, зелеными, синими, голубыми. Любыми, какими вам нравятся. Можете сделать светло-желтыми. Но светло-желтые, они пропадают, их не очень видно. Поэтому я использую красный. После этого вы можете сделать так. Оп. И все. И вот они ваши две юбочки. Единственное, что мы с вами не сделали, мы не сгруппировали. Выбираем перед, сгруппировать. Выбираем спинку, сгруппировать. И если они нам нужны, вот они наши две части юбочки. Получилась наша красотка. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задавайте. А так, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. У нас будет еще много очень интересных видео. Отрабатывайте обязательно данный элемент в Adobe Illustrator. Прямая юбка – это основа для моделирования очень-очень большого количества вещей и множества всяких интересностей. Большое спасибо. И до новых встреч. Прямая юбку. Большое дело.